Выставка к Международному дню театра в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Васильевича Луначарского торжественно открылась вечером 22 марта. Её посвятили творчеству театральных художников города. В экспозиции более полусотни шедевров, предметы бутафории, эскизы сценографии и костюмов, макеты декораций. Набор пещер, богатств хозяйки Медной горы. Одна малахитовая, другая из родонита, третья синяя, лазурит есть разная. Свет на сцене, он это всё немножко преобразует и становится такое объёмное, микширует все эти резкие цвета. На самом деле он там более эффектно смотрится. Приходите, пожалуйста, и посмотрите с детьми. Театральных художников по праву называют магами театра. Для каждого спектакля они создают на сцене свой мир, свою атмосферу. Отвечают и за образ персонажей. Иногда костюмы могут рождаться из подручных средств, но чаще требуется особый подход – кропотливый подбор материалов. Это в первую очередь касается нарядов для героев, которые являются реальными историческими персонами. Это спектакль «Царская охота». Платье Екатерины, ну как, тофта, самая древнейшая ткань, кружева. Ну, в общем-то, тут всё видно. Для того, чтобы создать такой достоверный костюм, что пришлось изучать? Действительно ли императрица носила нечто похожее? Действительно носила нечто похожее. Естественно, это смотрелся материал, изучался. Это же не просто там, просто фантазия художника. Ну, естественно, всё опираясь на то, что можно купить у нас сейчас в магазине. Выставку можно увидеть уже сейчас. Но ещё один сюрприз ко дню театра впереди. 27 марта на сцену театра имени Луначарского выйдут сразу три коллектива. Сами Луначарцы – труппа драматического театра имени Бориса Андреевича Лавренёва Черноморского флота России и Севастопольский театр юного зрителя. Совершенно три разных постановки. Вы видите, это совершенно разный стиль, эстетика, совершенно разные авторские почерки режиссёров. Но вдруг, вот, наверное, как бы каким-то вот этим фоновым сознанием, атмосферы, это всё соединилось вот каким-то волшебным образом, действительно в единое целое. Самое главное, что мы знали, что мы не будем ограничены рамками чего бы то ни было, а можно хулиганить. И как-то мы даже вот не было духа соревнования, да, а скорее был дух такого взаимовдохновения. Совместный творческий эксперимент получил название «Ломаем комедию». Артисты решили соблюсти театральную традицию – готовить к празднику Водевили. Театр Уначарского представит Водевиль Чехова предложение. Театр Черноморского флота у нас представляет Медведя Чеховского. И Дедушкиных попугаев у нас показывает ТЮС. Водевили трёх севастопольских театральных коллективов. В рамках одной праздничной программы горожане смогут увидеть не только в День театра. Спектакль-концерт артист покажут ещё и 6 апреля, так как спрос на билеты уже превзошёл все ожидания. Наталья Данилова, Денис Александрович, Севинформбюро.